Дождь, слякоть и грязь. Нет, это не описание того, что творится на улицах города. Именно такая ситуация случилась в жилом доме на улице Тимакова. 6 сентября здесь произошел настоящий потоп. Во время дождя потекла крыша и вода спустилась до первого этажа. Это видео, которое снял один из жителей дома. Тазы с водой, полные ведра и ручейки, текущие с потолка. Жильцы дома стали звонить в управляющую компанию с 7 утра. Слесари приехали только к 10. К этому времени в подъезде скопилось достаточно воды, а на первом этаже натекло несколько луж. Лампочки на нескольких этажах больше не горят. Во время дождя с них капала вода. Подобные потопы происходят не первый год. И каждый раз последствия ужасают. Хуже всего жильцам дома приходится осенью в период дождей и весной, когда тает снег. Течет у нас каждый год, периодически или осенью или весной. Никакая ливневка у нас не чистится. Квартиры, ремонты делать практически. Ну а что делать ремонт, практически это невозможно. Ну и вот так вот мы живем. По словам жильцов дома, они не раз обращались в управляющую компанию. И даже достигли определенных результатов. Когда-то в 2011 году мы очень долго собирали деньги. Значит, собирали подписи. Нам говорили, что мы вошли в программу. У нас без конца текла эта крыша. Мы вошли в программу, значит, капитального ремонта кровли. Вот. И нам летом 2011 года отремонтировали крышу. Правда, крышу заменили не полностью. На деньги жильцов ее только покрыли новым материалом. С этим связана одна из основных претензий к управляющей компании. Однако главный инженер заявил, что капитальный ремонт здесь не планировался. Они домом собирали деньги на материал, а мы им полностью нанимали подряд на организацию. Они полностью покрыли дом в один слой. Но это был не капитальный ремонт. То есть мы не снимали никакие слои. Мы просто все какие вздутия были, водяные там пузыри, мы все это разрезали, высушили и просто покрыли в одним слой. Главный инженер управляющей компании сообщил, что обращение жильцов 6 сентября по поводу потопа в подъезде – одно из первых. И с крышей они останавливаться не собираются. Мы сейчас установим колпак, чтобы туда не попадало ничего и все будет хорошо. Потоки воды обрушились на несколько подъездов. Но больше всего пострадали жители третьего. Во время дождя в их доме опасно пользоваться даже лифтом. Кто прав в этой ситуации – люди или управляющая компания – неизвестно. Однако жильцы верхних этажей взволнованы. В их квартирах произошел настоящий потоп. И обычный будний день для них превратился в испытание. А о ремонте и говорить не стоит. Потоки воды смыли почти все. Теперь жители третьего подъезда планируют подавать в суд. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».